Приветствую гостей и подписчиков канала Бодры23, а также по репостам в соцсетях. Сегодня я хотел бы с вами обсудить очень важную и злободневную тему — это вакцинация. Как вы понимаете, в данный момент вошла в активную фазу пиковая ситуация с накоплением заболевших, естественно, умерших по коронавирусу, и действительно, этот пик — конец октября, начало ноября. И все это прекрасно понимают, кто это осознаёт, некоторые сопротивляются, не верят, но факты говорят противоположные. Хочу рассказать свой пример и почему я решил вакцинироваться, и советую это делать другим. Как бы я в прошлом году заболел воспалением лёгких, но в связи с тем, что была ситуация с тем, что начали выявлять коронавирус, и у моих коллег с прошлой работы поголовно он был выявлен, и почему-то у меня он был не найден, тест был отрицательный, я решил всё-таки в этом году перестраховаться и пройти вакцинацию, причём добровольно, выбрал соответствующее время и вакцину Pfizer. Прошёл два курса, вследствие чего получил данный сертификат, который вы видите на своём экране, и вследствие чего на данный момент, тву-тву-тву, постучу по дереву и не заболел. Ну, почему я это сделал? Первый шаг, первая причина. Потому что я работаю с людьми и могу как сам заразиться, так и других заразить, не дай Бог. И вследствие этого нужно прививаться, дабы этого не произошло. Далее. Фактор того, что действительно есть окружение. У меня есть бабушка, у меня есть мать. Все имеют свои болезни, всё остальное, и нужно действительно защитить и их от того, что не заболели они. То же самое есть маленький ребёнок, и не хотелось бы передать ему. Но, как вы знаете, по статистике болеют в основном старшие поколения, и нужно в первую очередь заботиться о них. Это моё личное мнение. Далее. Бесплатная вакцинация. Не надо приходить выдавать свои финансы и вакцинироваться. Да, действительно, сейчас пошла ситуация, что люди не хотят вакцинироваться, и ПЛР-тесты нужно делать. Это уже другой дел. Следовательно, вам нужно, кроме сертификата, ещё иметь всё-таки уверенность в том, что нужна ли вам прививка, если у вас нет противопоказаний. Наконец-то МОЗ опубликовала список противопоказаний к вакцинации. Можно найти подробнее на сайте МОЗ. 28 числа это было объявлено. И в чём смысл? Началась действительно кампания по обязательной вакцинации. Были определены категории людей, которые должны привиться в обязательном порядке. Это чиновники и работники сферы образования, которые действительно напрямую работают с людьми и непосредственно с людьми. Вследствие этого и возник вопрос о противопоказаниях. Поэтому сейчас семейные врачи вправе выдать вам такую справку, которая будет отображаться и в ДИИ, и, естественно, будет вам давать разрешение находиться в тех местах, где требовался только ковид-сертификат. Это межобластное движение в поездах, например, во время ограничений красной зоны и т.д. и т.п. Ради чего, естественно, многие вакцинируются. Не ради того, чтобы защитить себя или других, а действительно ради того, чтобы ковид-сертификат был. Ну, это уже вторая причина, которая выбивается из двух, которых мы видим самых главных. Это защитить себя и защитить остальных. Ну и самое жестокое, что происходит в нашем мире, это действительно жестокая антивакциационная кампания. Антиваксеры и все остальные очень напорно и упорно пытаются сбить людей с вакциационной волны. Ну, естественно, это наши, конечно, враги внешние. Плюс наши люди, которые никому не доверяют, даже себе иногда. А когда уже, как говорится, пришло к раннему, надо идти уже ложиться, не дай бог, в ковидный шпиталь, в ковидник, мест нету, тогда начинается осознание, горькое осознание того, что нужно было вакцинироваться и т.д. и т.п. Но хорошие мысля приходят, как говорится, опосля. И есть фейки. Фейки, в которые люди свято начинают верить, это о том, что прилипают метрические части к месту прививки. Ну, говорят, что только монетка, например. С одной стороны прилипают, с другой — нет. Это там, если скопилось какое-то количество образовавшихся антител или что-то иного. Но я такого не проверял, конечно, как говорится. Не делал эксперименты в детстве, не мочил манту. То же самое и после прививки не брал монетку и не прилеплял её к месту прививки. Это как бы ещё антисанитария, естественно, потому что монетку трогают не только вы, а многие люди. Но люди наши, экспериментаторы, весело и интересно такое читать, а иногда даже очень невесело и неинтересно. Потому что действительно такие всё-таки стереотипные и прочие заявления о том, что начинается зомби-конвульсия, 5G, чипизация — это просто бомба. Люди начали тоже подхватывать волну уже не хейта, а просто юмора. Говорили, что от Pfizer только 4G чип у тебя устанавливается, на 4G приём связи. А чтобы 5G словить, надо иметь прививку, вакцину от Johnson & Johnson. Но пока в Украине у нас такой возможности нет. Поэтому мы все на 4G. Ну это так, минутка юмора. Конечно, сейчас не смешно, но юмор в нашей жизни всегда будет даже в самое трудное время. Ну и, конечно, стоит понимать, что кроме юмора и стоит задумываться, потому что 700 человек в день умирает по данной причине. Это самая актуальная причина. Не забыли, конечно, об остальных болезнях, но действительно это самая большая угроза, которая нависла сейчас над всеми украинцами и не только. Это действительно нужно преодолеть эту пандемию. А в данном случае она становится эпидемией уже невакцинированных, потому что большинство, 90% с плюсом, кто сейчас болеет, это непривитые и ни одной дозы не получили вакцины. И вследствие того, кто и умирает в том же самом процентном соотношении. Поэтому, конечно, у каждого есть голова на плечах, есть возможность обдумать, понять. Если у вас, конечно, букет хронических заболеваний, вам, конечно, вакцина и вакцинация противопоказаны. Естественно, есть противопоказания для этого. И уже можно соответствующе оформить документальное подтверждение и получить данную справку на руки у семейного врача. Ну а если у вас нет противопоказаний, есть только сомнения, можно сомнения смело отбрасывать, потому что ситуация действительно критическая. Господа, вакцинируйте, спасайте себя, спасайте близких. Не делайте там шоу, как некоторые делают, что вот я заболел, вот день второй, день третий, день четвертый, день пятый. Нужно делать сначала предостеречь всех, нужно самому спасти и спасти всех, кто возле вас. И действительно, это единственный реальный метод и реальный выход для этого – это вакцинация. Поэтому вакцинируйтесь, желаю всем 36,6, не болейте. И самое главное, чтобы ваши родные и близкие не болели, чтобы наше действительно государство вышло с этого положения в кратчайшие сроки. И тогда у нас всё будет хорошо. И надеемся, не только у нас, а у вас и у всех, и во всём мире. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте свои лайки. Если не понравилось, ставьте свои дизлайки. Пишите свои мнения в комментариях, репостите данный материал. И самое главное – это пребудет с вами сила. Всем пока!